Уважаемые друзья, коллеги, добрый день. Всех вас приветствую. В начале этого приятного, этих приятных мероприятий скажу пару слов. В текущем году во многих наших регионах был открыт целый ряд новых, современных спортивных объектов. В их числе многофункциональные спортивные комплексы в Перми и в Туле. В первую очередь комплекса по грибному слалому в Уфе, здесь где мы находимся, центр водных видов спорта в Южно-Сахалинске, спорткомплекс с бассейном и игровым залом в Нефтекамске, а также центр подготовки по адаптивным видам спорта в Нижегородской области и в Дзержинске. Сегодня они с нами на связи, все эти центры. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в создании этих объектов, в том числе региональные власти, частных инвесторов, за большую работу, за внимание к вопросам повышения доступности спорта, популяризации здорового образа жизни, активного досуга. Важно, чтобы как можно больше граждан России, причём всех возрастов, и взрослых, и детей, молодёжи выбирали для себя эти ценности, чтобы у людей по всей нашей стране была возможность для регулярных занятий спортом и физической культурой. Всё это напрямую определяет качество и продолжительность жизни людей, здоровья наших граждан, наше демографическое будущее, а значит и силу суверенитет страны. Мы последовательно развиваем необходимую спортивную инфраструктуру. В общей сложности с 2019 года на эти цели из федерального бюджета были направлены солидные ресурсы, порядка 160 миллиардов рублей. В строй введены сотни спортивных сооружений, как крупных, многофункциональных бассейн, стадионы, так и объекты шаговой доступности, физкультурно-оздоровительные комплексы, спортплощадки и так далее. Кроме того, современным спортивным оборудованием были оснащены более 760 спортивных школ. Как результат, за последние годы у нас в разы увеличилось число граждан, которые систематически занимаются спортом. В целом, более внимательно и ответственно относятся к своему здоровью. Но вот с 40% до 56,8% увеличилось количество тех наших граждан, которые на регулярной основе, как я уже сказал, занимаются спортом. Но этого пока недостаточно. Надо дальше работать. Мы, безусловно, не должны останавливаться на достигнутом. В планах ежегодно строить только за счёт федеральной поддержки и менее 350 спортивных объектов. В первую очередь в малых городах и сёлах. Речь об универсальных комплексах и быстровозводимых площадках. В ближайшие 6 лет направим на это из федерального бюджета не менее 65 миллиардов рублей. Обязательно будем и дальше повышать доступность и массового спорта, массовых спортивных движений. И, конечно, создавать условия для эффективной подготовки профессиональных спортсменов, в том числе по адаптивным видам спорта. Я уверен, что общими усилиями бизнеса, государства, общества мы сможем добиться всех намеченных целей. И я, безусловно, желаю всем, кто находится сейчас на этих спортивных площадках, которые мы сейчас вводим в строй, всего самого доброго. Спортсменов успехов, организаторам хороших, талантливых учеников. Михаил Владимирович, пожалуйста. Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, дорогие друзья, с 2019 года в рамках федеральных проектов, запущенных по вашему поручению, Владимир Владимирович, построено 549 объектов, в этом году ещё будет введено 47. Предлагаем осветить наиболее знаковые объекты. Они сегодня с нами. В рамках федеральных проектов они построены. Спорт. Норма жизни. Бизнес. Спринт. Я выбираю спорт. И социального проекта «Газпром. Детям». Разрешите начать презентацию. Пожалуйста. Радий Фаридович, пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые друзья, Действительно, центр Гребнова с Лалом – это очень долгожданный объект. Им занимается достаточно большое количество наших ребят и есть определенные успехи. Вот Алсуми Наза является членом сборной команды Российской Федерации. И это такое необычное сооружение, довольно сложное гидротехническое сооружение. Это канал 250 метров с двигателями, соответственно, поступает вода из озера Теплая, оттуда поступает вода из ТЭЦ, поэтому, как я уже говорил, это круглогодичный, и в этом его особенность. Мы обсуждали строительство с председателем Печительского совета Федерации Гребного Слалома Сергеем Викторовичем Лавровым. Поэтому спасибо огромное. Уважаемый Владимир Владимирович, что хотел сказать. Практически все крупные объекты, которые мы строим в республике, начиная с Центра спортивной подготовки, который рядом, это Центр гимнастики, Дворец гимнастики, Большой дворец борьбы, это все с вашей поддержкой и поддержкой нашего правительства. Поэтому мы хотели поблагодарить и сказать, что действительно Россия – это такая великая спортивная держава, а вот здесь, на таких спортивных объектах, мы будем воспитывать еще больше чемпионов. Спасибо. Спасибо вам. Валидов Эльдвард Сергеевич, Нефтекамск. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Радий Фаритович, мы приветствуем вас из нового спортивного комплекса «Амфибия» в Нефтекамске. Ну, Нефтекамск по праву является столицей спорта Северо-Запада Республики Башкортостан и для всех спортсменов, наших жителей. Открытие этого комплекса – это большое событие. Наши ребята завоевывают медали и становятся мастерами спорта, в таких видах, как фехтование, легкая атлетика, современное пятиборье, бокс, борьба. А теперь и в плавании есть все возможности, чтобы показывать самые высокие результаты. В «Амфибии» созданы все условия, как и для массового спорта, так и для начинающих и профессиональных спортсменов. Здесь будут проходить соревнования регионального и всероссийского уровня. Ну, а самое главное, мы здесь будем расти чемпионов, которые будут прославлять наш город Нефтекамск, Республику Башкортостан и всю Россию на международной арене. Комплекс построен благодаря реализации федерального проекта «Бизнес-принт. Я выбираю спорт» при федеральной республиканской поддержке и вкладу частного инвестора в лице компании «Нефтегастрой». Уважаемый Владимир Владимирович, мы от всего нефтекамского сообщества, спортивного сообщества, жителей благодарим вас за поддержку и за возможность строить современные спортивные объекты. Спасибо вам. Я так понял, что это прежде всего спортивный комплекс по водным видам спорта, да? Многофункциональный. Здесь у нас есть бассейн, где мы находимся. Здесь многофункциональный спортивный зал для игровых видов спорта. Также есть зал для бокса и тренажерный зал. То есть здесь вот такие комплексы, как было уже подмечено, в шаговой доступности для наших жителей. Здорово. Для людей это будет очень удобно. Да, очень удобно. Ну и такой многофункциональный центр, безусловно, будет очень востребован. Вам спасибо и удачи. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Пожалуйста, Пермь. Махонин Дмитрий Николаевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые коллеги. Мы вас приветствуем из универсального спортивного комплекса «Энергия», который расположен в центре Перми и был построен в рамках празднования 300-летия. Вы прошлый год были в Перми, мы вам докладывали о наших успехах. Также проводили форум «Россия – спортивная держава». Этот комплекс действительно уникальный для региона. Здесь можно заниматься как игровыми видами спорта, такими как футбол, гонбол, волейбол, баскетбол. Здесь можно заниматься боксом, борьбой. Также здесь размещен плавательный бассейн. С появлением этого комплекса новый импульс получил развитие таких видов спорта, как триатлон, как спортивная гимнастика, водное поло. Ну и хочу сказать, что 500 пермских детей постоянно здесь занимается в секциях. В комплексах также для местных жителей они тоже здесь могут заниматься спортом. Ну и в завершение хочу сказать огромное спасибо и Министерству спорта Российской Федерации, вам, Владимиру Владимировичу, за поддержку в строительстве этого объекта. Он был построен в рамках проекта «Спорт. Норма жизни». Ну и также хочу поздравить наших соседей, Республику Башидкостан. Форум проходит у них, и у ФЕ в этом году 450 лет. Поэтому мы всегда радуемся успехам наших соседей. Ну и большое спасибо за ваше внимание. Вам спасибо за то, что вы уделяете столько внимания физической культуре и спорту. Думаю, что есть ещё над чем работать в Перми. Так что я желаю вам успехов. Спасибо большое. Предлагаю переехать в Дзержинск. Глеб Сергеевич, прошу вас. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Приветствую вас из Дзержинска. Это славный город своими паралимпийскими традициями. И вот на последней паралимпиаде 2024 года наш город представляло 7 человек. Это 4 тренера сборных и 3 спортсмена. Они сегодня здесь присутствуют со мной рядом. Это Андрей Вдовин, Данил Смирнов. Вот рядом находится Дима Сафронов. Ребята выиграли 5 медалей. 2 золотых, 1 серебряную, 2 бронзовые. И здесь же со мной находится Дима Кокарев, трёхкратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, который к вам обратился в своё время на личные встречи о необходимости строительства адаптивного физкультурного строительного комплекса. И вы тогда дали поручение, и вот теперь Держинск наконец обрёл такой комплекс. Владимир Владимирович, такие подобного рода, подобного назначения комплекса существует всего в 12 регионах нашей страны. Это паралимпийские, сурдоолимпийские адаптивные виды спорта. И мы, конечно, гордимся, что наш комплекс не только самый новый, но и самый универсальный. На самом деле здесь присутствует и бассейн, и лёд, и игровые спортивные залы, и медицинский восстановительный центр. Это 30 тысяч метров территории, 12 тысяч метров только, соответственно, здания. 600 человек в сутки будет пропускать этот центр, при этом из них 200 – это как раз ребята с поражением опорно-двигательного аппарата. Сейчас уже вот общался, ребята занимались в бассейне, участники специальной военной операции. Это тоже очень важно для нас, что они очень благодарили, говорили, что наконец такой центр появился. Конечно, у них тоже есть необходимость в реабилитации и в занятии такими видами спорта. Сотрудничаем с Фондом защитника отечества в этом направлении. Также уже проработали целый ряд чемпионатов России на следующий 25-26 год в этом комплексе. И даже международные соревнования. Владимир Владимирович, Дзержинск заслуживает того, чтобы остановить. Ассоциироваться с таким столичным статусом в сфере паралимпийского движения. И благодаря таким решениям, как вот это ваше решение о строительстве ФОКа, безусловно, он этой славы и этого статуса достигнет. Хотел поблагодарить, безусловно, правительство Российской Федерации и Минспорта за софинансирование, за постоянную поддержку и контроль за реализацией этого проекта. Спасибо огромное за эту работу. Мы все очень благодарны, и ребята реально очень благодарны все. Спасибо вам. Дима, это именно то, чего вы хотели? Подходит? Владимир Владимирович, я хотел выразить вам огромную благодарность за то, что запустили этот проект. И несмотря на то, что он долго строился, он наконец построился. Я благодарен всем, кто помогал. Благодарен Глеб Сергеевичу Никитину за то, что смог все-таки закончить этот проект. Я думаю, что в дальнейшем это приведет к росту числа олимпийских чемпионов у нас в России и в Нижнем Новгороде в частности. Спасибо вам. Надеюсь, что всем спортсменам будет приятно заниматься в таких условиях и новые рекорды обеспечены. Мы здесь вот в Уфе сейчас тоже говорили об этом. Зайдем в центр, который здесь тоже заработал для адаптивных видов спорта. Обязательно пообщаемся с ребятами, которые занимаются сейчас паралимпийскими видами спорта и которые получили травмы в результате участия в специальной военной операции. Обязательно с нашими героями поговорим сегодня здесь в Уфе рядышком. Спасибо вам большое. Вам удачи. И предлагаю в Тульскую область переехать. Пожалуйста, Пантелеев Михаил Юрьевич. Добрый день, уважаемый Владимир Владимирович. Благодарим вас за внимание к нашему региону. За прошедшие годы в Тульской области совершен большой прорыв в развитии инфраструктуры при поддержке федерального центра Алексея Геннадьевича Дюмина и наших социальных партнеров. Мы строили объекты в рамках государственной программы. Кроме этого, на эти цели были направлены в небюджетные источники более 12 миллиардов эта сумма. Сегодня мы находимся в первом в Тульской области полноразмерном легкоатлетическом манеже с игровым залом с трибунами на 2,5 тысячи мест. Сегодня здесь тренируются наши легкоатлеты, сегодня здесь тренируются наши волейболисты, баскетболисты. Мы уже провели в этом объекте первые соревнования. Это были международные соревнования, это были всероссийские соревнования, региональные соревнования. Этот объект, введён в эксплуатацию, был в этом году по программе «Газпром детям». В рамках этой программы в Тульской области уже появилась ледовая арена на 3 тысячи мест. Появился центр спортивной гимнастики, фоки с бассейнами, порядка 160 спортивных открытых площадок по всей Тульской области. Спорт стал для наших жителей ближе, доступнее. Поэтому от лица всех туляков мы благодарим, Владимир Владимирович, вас, правительство Российской Федерации за поддержку. И, конечно же, нашего надёжного партнёра, компанию «Газпром», и в лице Алексея Борисовича Миллера за существенный вклад в развитие спортивных объектов в Тульской области и плодотворное многолетнее сотрудничество. Спасибо. Спасибо, удачи вам. Сахалин Лемаренко Валерий Игоревич. Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Мы ведём свой репортаж из Южно-Сахалинска, из дворца водных видов спорта. Как видите, у нас прекрасный дворец, две чаши бассейна. Здесь есть глубокая чаша для синхронного плавания, для прыжков с трамплина. Здесь есть большая чаша бассейна для водного пола, для плавания. И у нас в Южно-Сахалинске появились новые виды спорта. И общественно-спортивные родители и дети все рады этому, поскольку синхронное плавание – это очень красивый вид спорта. И прыжки в воду – это для нас новые виды спорта. И уже ребятишки записались в эти секции и сейчас будут заниматься новым видом спорта. Всего пропускная способность 1500 человек в сутки. И хочу сказать о том, что мы гордимся, что мы одна из самых спортивных областей. У нас 67% населения на регулярной основе занимается спортом. И у нас создаются спортивные объекты. Вам слава и благодарности, правительству. И хочется сказать слава и благодарности Газпрому, который, собственно говоря, и построил этот дворец спорта Алексею Борисовичу Миллеру. Два месяца назад мы с ним открывали этот дворец. И хочу сказать, что с «Газпромом» мы ведем большую производственную программу. Здесь проходит газификация. И «Газпром» проводит большую социальную программу здесь. В том числе в рамках социальной программы был построен этот объект. Объект олимпийского уровня. Вместе с Михаилом Владимировичем мы надеемся здесь проводить спортивные соревнования. И международного уровня, и всероссийского, и федерации спортивные по водным видам спорта рассчитывают на этот объект для совместной работы. Хочу сказать, что мы создаем комфортные условия для жизни и работы людей, чтобы они ехали на Дальний Восток, Нижний Соколинск. И этот объект, собственно говоря, один из тех, который такую среду создаёт. Ещё раз слава благодарности. Большое спасибо. Валерий Игоревич, я присоединяюсь к Вашим словам благодарности в адрес «Газпрома». «Газпром» действительно на протяжении очень многих лет реализует свою программу «Газпром детям». Ну, это широкая такая программа. Очень много объектов спортивных, маленьких, больших, многофункциональных, практически по всей территории Российской Федерации. И на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, в центре Российской Федерации. Большая программа. И продолжают работать по этому направлению. Так что это хороший пример для других наших крупных, да, и средних, мелких компаний. Каждый в силу своих возможностей может и многое делает. Во всяком случае, многие наши компании, предприниматели работают по этому направлению. Хочу их тоже ещё раз за это поблагодарить. Ну, а всем участникам сегодняшнего мероприятия в тех регионах, которые были сегодня на связи, хочу пожелать хороших тренировок, новых стартов и красивых побед. Всего доброго. Удачи. Субтитры создавал DimaTorzok